дорогие зрители моего канала путешествия с вами по-прежнему за кадром и в кадре егор еремеев как вы себе представляете кремль скорее всего это красная площадь с брусчаткой и кремлевская стена красная кирпичная сегодня мы с вами отправимся внутрь этих красных кирпичных стен познакомимся с некоторыми секретами кремля узнаем происхождение некоторых известных терминов и увидим что же там находится внутри и как вообще туда попасть а и а и а и здравствуйте а вы не знаете внутрь кремль чтобы войти это где александровский сад итак мы снаружи что делать и куда идти и сначала придется обилетиться в кассе далее счастливые с билетом идем через кутафью башню и затем по троицкому мосту в ворота 80-метровой троицкой башни когда проходим представляем что эта башня стоит здесь уже 500 лет как и подобает башням такого рода она была оборонительным звеном еще здесь когда-то функционировала тюрьма это самая высокая башня в кремле сентябре 1812 года через троицкую башню вошли наполеоновские войска в то же время были уничтожены часы которые были на башне и восстановлены они в наше время а наполеоне расскажу чуть дальше а пока логичный вопрос сколько всего здесь башен 20 спасская башня набатная царская кутафе троицкая комендантская оружейная боровицкая водовзводная благовещенская тайницкая первая безымянная башня 2 безымянная башня петровская башня москворецкая беклемишевская константина еленинская никольская угловая арсенальная башня средняя арсенальная башня каждая из башен имеет свою историю и уникальную архитектуру они не только выполняли оборонительные функции но и служили символами власти и могущества российского государства а и и и и и и с башнями все понятно что дальше на территории кремля сохранился уникальный архитектурный ансамбль полноценно он сложился к 16 веку это древняя соборная площадь именно туда мы и держим путь что находится на соборной площади успенский архангельский благовещенский собор церковь расположения патриаршие палаты с церковью 12 апостолов можно подняться на колокольню иван великий рядом с которой находятся знаменитые произведения литейного искусства царь пушка и царь колокол но они уже находятся на ивановской площади до внутри кремля несколько площадей ивановская площадь 2 по возрасту и значению площадь кремля размеры площади 150 на 100 метров в 16 17 веках здесь находились госучреждения приказы судейские службы канцелярии это было самым многолюдным в москве местом еще сто лет назад здесь находилось несколько монастырей но их снесли а он и и и и царь пушка одно из крупнейших орудий в мире длина 5 метров 34 сантиметра калибр 890 миллиметров отлита в 1586 году причем как боевое орудие но в боевых действиях участвовать ей не пришлось размеры и и вы себе представили а теперь представьте ядра которые нужно как-то в нее засунуть так вот четыре таких ядра под тонней весом лежат рядом с ней я вас немного успокоил ядра можно было не тягать она также была рассчитана и на стрельбу картечью отсюда имела и другое название дробовик российский царь колокол и еще один монументальный объект вес около 200 тонн высота более 6 метров вес отломанного куска 11 с половиной тонн звонить за свою историю ему так и не пришлось причина пожар 1737 года на него начали лить воду и в результате неравномерного охлаждения откололся гигантский кусок после повреждения колокол так и остался лежать в яме сто лет почему он лежал здесь так долго технологии в 18 веке отлить это чудо было сложной задачей а достать его как выяснилось невыполнимой экономические и политические трудности вдобавок у тебя войны внутренние разборки и преобразования короче не до колоколов было в 1836 году император николай первый приказал достать колокол и установить на постаменты рядом с ивановской колокольней знаете ли вы что выражение кричать во всю ивановскую появилась в стенах московского кремля до появления лобного места именно на ивановской площади оглашались все царские указы рупоров и микрофонов тогда не было поэтому буквально приходилось орать чтобы слышно было всем отсюда на руси и пошла поговорка кричать во всю ивановскую здесь же когда-то сидели диаки которые писали челобитные за безграмотных людей эти древнерусские чинуши имели право и подписываться за неграмотных эти подписи собственно и назывались рукоприкладством а сами же челобитные это некий эквивалент современного заявления пошло от фразы челом бить или низко кланяться чело в старославянском лоб отсюда и челка то есть налобник изначально слово челка применяли для обозначения пряди волос над албом у лошади потом модники заимствовали себе прическу и ее название а вот прическа с завязанным хвостиком кстати на английском пони тэйл что значит хвостик пони тоже заимствована у лошадей а возвращаемся к соборной площади главной самой древней площади в стенах кремля когда она возникла около семи сотен лет назад структура площади была заложена в первой половине 14 века по указу великих князей московских ивана калиты а затем дмитрия донского были построены первые белокаменные храмы они не сохранились но определили композицию будущей площади после как это подобается новым царям они строили новые храмы которые как подобается новым храмом были больше и лучше предыдущих что здесь происходило многолюдные крестные ходы венчание царей коронования здесь же встречали иностранных послов здесь же колокольня ивана великого построенная чуть более 500 лет назад на месте старого каменного храма 1329 года колокольня служила главной дозорной башни кремля откуда москва обозревалась чуть ли не на 30 километров можно было рассмотреть что делают замкадыши тогда наверное за кремляши были высота колокольни 81 метр толщина стен первого яруса 5 метров второго яруса два с половиной метра к куполу ведут 329 ступеней вес самого большого колокола успенского 70 тонн сентября 1812 года наполеон и его армия причинили значительные разрушения москве время своего пребывания именно в кремле он устроил свой штаб во время этой военной кампании известны как отечественная война 1812 года французские войска вошли в москву и заняли ее множество зданий включая частные дома общественные здания и церкви были повреждены или уничтожены особенно тяжелые разрушения произошли во время пожара который начался в москве 14 сентября 1812 года частично пожар был вызван тактикой выжженной земли тактика позволяла лишить французов ресурсов и прикрыть свое отступление наполеон и его армия оставили москву в декабре 1812 года в условиях ухудшившихся климатических условий голода и эпидемий покидая кремль наполеон приказал взорвать колокольню ивана великого но здание выстояло логичный вопрос почему наполеон пошел именно на москву а не на санкт-петербург который был тогда столицей логичный ответ есть ряд причин москва оставалась культурным и историческим центром страны наполеон надеялся что захват москвы психологически подавят русское правительство и заставит его мириться на его условиях путь к москве был относительно прямым и хорошо известным что упрощало движение большой армии к тому же двигаясь на москву наполеон мог рассчитывать на поддержку со стороны своих союзников центральной европе наполеон надеялся на решающее сражение с русской армией до того как дойдет до москвы наполеон ошибочно полагал что захват москвы приведет к мгновенной капитуляции русского правительства он не ожидал что город будет сожжен наполеон верил что если он контролирует москву он сможет контролировать русское царство когда будете посещать кремль вы должны обязательно зайти внутрь соборов чтобы почувствовать атмосферу и прикоснуться к истории успенский собор один из старейших и наиболее значимых православных храмов россии построен по приказу ивана третьего и является произведением итальянского архитектора аристотеля фиорованте место коронации русских царей сюда были перенесены мощи первого московского митрополита петра благовещенский собор домовой храм русских царей внутри находится множество икон написанных андреем рублевым является одним из немногих храмов сохраняющих древнерусскую традицию наличие трех алтарей архангельский собор построен в стиле итальянской ренессансной архитектуры основное место захоронения представителей династии рюриковичей и романовых здесь находятся могилы русских великих князей и царей до петра первого особое место занимает могила дмитрия донского сами же интерьеры храмов отражают величие и разнообразие русской духовной и художественной культуры бюджет а как а и а и а и и и и и В Успенском соборе один из главных элементов пятиярусный иконостас, включающий работы Феофана Грека и Андрея Рублева. Стены и потолок украшены фресками, созданы они в 16-17 веках. Иконостас 17 века в Благовещенском соборе был уничтожен во времена Наполеоновского вторжения, но после был восстановлен в 19 веке. Здесь также множество старинных икон, многие из которых приписываются Андрею Рублеву. В Архангельском соборе иконостас имеет уникальное строение и включает работы русских мастеров 17 века, а множество фресок повествуют о жизни архангелов и святых. Санкт-Петербург Я не буду приплетать его сейчас к этому выпуску. Тем более у меня запланирована целая серия роликов о северной столице. Некоторые уже можно посмотреть на канале. И, конечно, Санкт-Петербург у многих ассоциируется с Петром Первым. Но не все знают, что родился это Петр. Именно здесь, именно в стенах Кремля. И именно в Теремном дворце. Петр Первый провел в Москве большую часть своего детства и юности. Однако его взрослая жизнь была отмечена многочисленными путешествиями, переездами и военными компаниями. После того, как в 1682 году Петр был провозглашен со царем вместе со своим братом Иваном V, он жил в Москве. Но был отодвинут от главных государственных дел из-за интриг сестры Софьи, которая была регентом. В 1689 году, после неудачной попытки Софьи захватить полную власть, Петр принял решение уйти из Москвы и переехал в Переиславль-Залеский. В 1696 году, после смерти Ивана V, Петр стал единоличным правителем России. Однако к тому времени у него уже сложилась жажда знаний. В 1697-1998 годах он отправился в Великое посольство, длительное путешествие по Европе, целью которого было изучение европейских инноваций. После возвращения из Европы Петр продолжал реформы, и его внимание все больше уходило на северные территории России, в частности на Неву. В 1703 году, после захвата шведской крепости Нейншанс, Петр основал Санкт-Петербург, который в 1712 году стал новой столицей Российской империи. Так я вас плавненько подвел к выпускам о Санкт-Петербурге, о его архитектуре, дворцах и каналах. Если вам понравилась сегодняшняя история, лучшей благодарочкой будет лайк под видео и подписочка, кнопочка под видюшечкой. Пока!